Еще раз добрый день, уважаемые коллеги! Тема нашей презентации – первый мультидисциплинарный национальный консенсус – синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Прежде всего, мне хотелось бы субцентировать внимание на современной дефиниции данного синдрома. И вы видите, что буквально с первого слайда я цитирую один из согласительных документов, который называется «Синдром повышенной эпителиальной проницаемости в клинической практике мультидисциплинарный консенсус». Этот консенсус был как раз посвящен, и ваш покорный слуга является одним из авторов этой рабочей группы, определению современных представлений о данном синдроме. И он был опубликован в 2021 году на основе существовавших тогда данных по патофизиологии, клинике и фармакотерапии синдрома повышенной эпителиальной проницаемости. И, в частности, всеми участниками консенсуса отдельно было отмечено, что синдром патогенетически сопряжен с альтерацией белков, плотных контактов эпителиальных клеток и повышением парацеллюлярной проницаемости. Вот этот патоморфологический механизм по существу и лежит в основе данного синдрома. Ну и, конечно же, очень важно, что этот синдром, эта повышенная эпителиальная проницаемость сегодня рассматривается в качестве основного патогенетического механизма и органической и функциональной патологии желудочно-кишечного рака. Ибо было показано, что при нарушении плотных контактов целый ряд факторов агрессии, в частности, бактерий, токсинов, проникают из полости кишки или желудка в глубокие участки слизистой желудочно-кишечного тракта. В этих участках в ответ на это проникновение развивается воспалительный процесс, который может быть низко или высокоинтенсивным. При низком по своей интенсивности воспалении на фоне нарушенных плотных контактов происходит развитие функциональных заболеваний, функциональной диспепсии, постпрандиального дистресс-синдрома или гастральной боли, СРК, функционального запора, функциональной диареи. А при интенсивности более высокой уже формируются органические заболевания, ГЭР, хронический гастрит, язвенная болезнь, энтерит, язвенный колит и малигнизация слизистой. И поэтому, конечно же, значимость данного синдрома, механизмов развития вот этой многочисленной патологии органов пищеварения, она сегодня оценивается как чрезвычайно высокая. Безусловно, этим объясняется и резкий рост публикаций, посвященных патогенетическому значению синдрома при различной гастроэзофадиальной патологии. На данном слайде показана таблица, характеризующая рост публикаций в последнее время по ГЭР. И, конечно же, это является отражением большого количества исследований, посвященных повышению эпителиальной проницаемости при данной патологии. Я хочу процитировать вам только некоторые из них, ну, наверное, наиболее крупные и значимые, как нам кажется. В частности, метаанализ 2017 года, в котором были проанализированы работы по генетической предрасположенности при синдроме повышенной эпителиальной проницаемости ГЭР. И было идентифицировано 30 локусов, характеризующихся такой высокой предрасположенностью, большинство из которых ответственны за транслокацию ионов или нарушение эпителиальной проницаемости. И вот вы видите еще исследование более раннее, еще прошлого века, проведенное методом трансмиссионной электронной микроскопии, которое выявило расширение диаметра межклеточных пространств при ГЭР в сравнении с контролем, как один из морфологических признаков повышенной эпителиальной проницаемости. Более позднее исследование 2009 года на ту же тему демонстрирует выраженное нарушение плотных эпителиальных контактов, как один из наиболее ярких морфологических ультрамикроструктурных признаков синдрома повышенной эпителиальной проницаемости при НЭР. И, конечно же, на самом деле все это было продемонстрировано и в более поздних, уже достаточно хорошо спланированных исследованиях в самых различных аспектах. Но вот в данном случае вы видите одномоментное экспериментальное исследование с применением трансмиссионной электронной микроскопии при НЭР и эозинофильном изофобите, выявившее увеличение среднего диаметра межклеточных пространств в дистальном и проксимальном отделах пищевода в 2-3 раза примерно по сравнению с контрольной группой. Вот еще одно исследование, в котором изучалась барьерная функция пищевода и экспрессия белков плотных клеточных контактов. Это исследование продемонстрировало при ГЭР выраженное снижение экспрессии запирательных белков плотных контактов клаудинов, и это действительно демонстрация маркеров нарушения плотных эпителиальных контактов при данной патологии. В нашем консенсусе в качестве резюмирующего положения сказано, что одним из важных звеньев патоденеза ГЭР является данный синдром, реализующийся на уровне пищевода, и состояние цитопротекции при ГЭР в значительной степени в этом случае определяет особенности клиники, уже которая развивается на фоне данной повышенной эпителиальной проницаемости. Как правило, она ассоциируется с неэрозивной формой заболевания или с непищеводными проявлениями, и использование в терапии ГЭР в этом случае ребомипида открывает новые перспективы ввиду наличия у данного препарата уникального механизма, устраняющего основные звенья патоденеза, в том числе повышенную эпителиальную проницаемость. Известно, что активность воспаления в слизистой желудке также прямо коррелирует с выраженностью повышенной эпителиальной проницаемости. Первая работа была датирована еще в 84-м годом прошлого века, и это было патоморфологическое исследование с окрашиванием препаратов в трепановом синем. Оно выявило при хроническом гастрите признаки повышенной проницаемости, наиболее выраженные в участках атерапии, кишечной метаплазии и эрозии. Вот еще одно исследование, более позднее. Оно валидизировало диагностическую точность теста экскреции сахарозы, и данный тест, он основан на том, что сахароза дисахарид не обладает способностью проникать через эпителиальный барьер, и если она определяется в соответствующих биологических средах, ну в частности в моче, куда она эксплуатируется из кровообращения, то это является признаком нарушения барьерной функции. И вот было в этой работе показано, что тест имеет достаточно высокую точность в предикции эрозивно-язвенных изменений желудка. Точность, вы видите, 84% максимальная была, специфичность 96%, а вторично, конечно же, выявило, что при эрозивно-язвенных поражениях у нас нарушена, повышена эпителиальная проницаемость. Ну и основанный на том же тесте еще один пример, это были пациенты, дети, 40 человек с эрозивно-язвенными изменениями желудка, и тоже была выявлена повышенная экскреция сахарозы, и чувствительность и специфичность превышали, соответственно, 83% и 90%. А вот посмотрите, пожалуйста, более раннее исследование. Оно показало, что при тех же эрозивно-язвенных изменениях желудка экскреция сахарозы с мочой не просто повышалась при язвенной болезни и рапе желудка при иной патологии, но и коррелировало количество сахарозы с размерами язвенного дефекта. Ну и, конечно же, еще одно исследование более позднее. Оно выявило количество сахарозы, которое экскрециируется с мочой после перорального приема. Повышенное количество уже у пациентов с атрофическим гастритом, следовательно, при данной патологии достаточно значимой и распространенной, также нарушается барьерная функция слизистой желудка. И тоже была корреляция степени хронического воспаления слизистой с выраженностью атрофических изменений и экскреции сахарозы в моче. Несколько слов об инфекции хеликобактер пилори. Известно, что одним из патофизиологических механизмов повреждающего действия этого микроорганизма на слизистую является нарушение плотных контактов и патолиоцитов, особенно у КАЭй позитивных штаммов. Ураза также сама по себе способна приводить к дезорганизации плотных контактов, помимо КАЭй-позитивности. И считается, что это связано с увеличением фосфорилирования легкой цепи миозина, инактивации протеинкиназа семейства ПАР-1, которая регулирует функцию цитостелета клеток. Это вот такие патофизиологические основы возможных повреждающих эффектов хеликобактер пилори. Эти эффекты, конечно же, подтверждаются в соответствующих работах. В частности, исследование, опубликованное в журнале «Хеликобактер», выявило, что проведение успешной эрадикации вызывает регресс нарушенной проницаемости эпителиального барьера, изначально повышенной по данным теста экскреции сахарозы, уже через 4 недели после завершения лечения. В нашем консенсусе сказано, что согласно патоморфологическим данным, а также исследованиям с применением теста проницаемости сахарозы, при гастритах и язвенной болезни отмечается повышенная эпителиальная проницаемость, коррелирующая с активностью воспаления в слизистой. При гастритах и язвенной болезни она может быть обусловлена повреждением плотных контактов эпителиоцитов пилорическим геликобактером, при хронических гастритах и язвенной болезни оправданным оказывается наряду с тислотосупрессивной и антихеликобактерной терапией использовать лекарства с цитопротективными свойствами. Несколько слов по воспалительных заболеваниях кишечника. Известно, что и при язвенном колите, и при болезни крона у нас снижается экспрессия герметизирующих клаудинов клаудинов 3, 4, 5, 7 и 8. Запирающие клаудины, как известно, необходимы как раз для формирования ионселективных пор плотных контактов. И, конечно же, когда экспрессия нарушается, то, как правило, возникает повышенная эпителиальная проницаемость и воспаление. Имеются данные, которые свидетельствуют о ключевой роли нарушения тишечных барьеров в патогенезе ВЗК. В дискуссионном до сих пор оценивается вопрос, является ли повышенная эпителиальная проницаемость в этом случае результатом первичного генетического дефекта или она вторично связана с текущим аутоиммунным воспалительным процессом. Тем не менее известно, что такая повышенная проницаемость при ВЗК сопровождается снижением экспрессии белков плотных контактов, нарушением их транспорта и ремоделированием актомиазинового цитостелета и терапевтические стратегии восстановления плотных контактов, кишечной проницаемости – важное направление в перспективах лечения язвенного колита и болезни трона. Несколько слов о функциональных заболеваниях. Имеется достаточное количество работ, которые демонстрируют нарушение экспрессии белков плотных контактов. Вы видите, что при СРК это ЗО1 белок, клаудин-1, акклюдины. При функциональной диспепсии тоже ЗО1 белок, акклюдины и клаудин-1. И имеется корреляция нарушенной экспрессии акклюдинов, например, и выраженностью симптоматики с активностью тучных клеток, эозинофилов, маркеров воспалительного процесса при функциональной патологии. В нашем консенсусе отмечено, что патодинез функциональной диспепсии, наряду с нарушениями моторики и гиперчувствительности, связан с нарушением проницаемости слизистой и низкоинтенсивным воспалением, с повышением количества тучных клеток и эозинофилов в этих структурах и наиболее изучена здесь повышенная эпителиальная проницаемость при функциональной диспепсии. Известно, что активация и дегрануляция тучных клеток вблизи нервных волокон приводят к повышению висцеральной чувствительности с модуляцией выраженности диспепсических симптомов и в генезе повышенной проницаемости слизистой 12-перстной кишки, где как раз обычно эозинофильная инфильтрация наблюдается при функциональной диспепсии. В том числе важное значение отводится ацидификации 12-перстной кишки, поскольку соляная кислота, являясь мощным фактором агрессии для слизистой, нарушает естественные защитные механизмы эпителиального барьера, что, конечно же, служит дополнительным таким фактором. При СРК формируется двунаправленное нарушение взаимодействия между ЦНС и толстой кишкой. Это патронетическая основа всех изменений. И в генезе СРК существенную роль играют нарушения проницаемости на уровне кишечного барьера и демотоэнцефалического барьера. Это позволяет говорить об облигатном участии повышенной эпителиальной проницаемости в генезе СРК. Нарушение кишечной проницаемости, обусловленное снижением экспрессии белков, принимающих участие в формировании плотных контактов эпителиоцитов, может вызывать гиперсенситивность формировать симптомы СРК. Важное значение отводится и кишечной микробиоте. Она обычно характеризуется при СРК уменьшением содержания бактериальных клеток, способных восстанавливать адекватную проницаемость барьеров за счет увеличения экспрессии белков плотных контактов. И наоборот увеличиваются условно-патогенные и патогенные бактерии. Их метаболизм может способствовать развитию и персистенции повышенной эпителиальной проницаемости. В заключение несколько слов о препарате Ребадид, Ребамепиде. Имеются экспериментальные и клинические данные о том, что он способствует репарации плотных контактов клеток. Ну вот одна из таких экспериментальных работ. Синергическое действие Ребамепида и ингибиторов протонной помпы в рамках восстановления защитного барьера слизистой пищевода. Повышение экспрессии Клаудина-3 и Клаудина-4 у животных, получавших такую комбинацию, было показано. Еще одно исследование, тоже экспериментальное. Репарация на фоне Ребадиде плотных контактов, его введение на модели НПВП энтеропатии у мышей, вызывало улучшение структуры кишечного барьера и восстановление скомпрометированных плотных контактов. Так, клиническое исследование, комбинированная терапия ингибитором протонной помпы, в данном случае ланса, прозолом с ребамепида, оптимизировало лечение ВЕРП, более чем в два раза снижало процент рецидивов. Ну и, конечно же, метаанализ. Метаанализ 2018 года, нивелирование симптомов диспепсии, функциональной диспепсии, было значительно более выраженным при применении ребамепида в сравнении с плацебо-контрольным препаратом. И вы увидите хорошее отношение шансов 0,77. И вот еще, посмотрите, пожалуйста, субанализ. В него брались только исследования, в которых определялась выраженность симптомов диспепсии в баллах при использовании стандартизированных опросников. И поэтому можно было количественно определить, ребамепид вызывал уменьшение выраженности симптоматики как органической диспепсии, стандартизированная разность со средней 0,23, так и функциональной 0,62. Это очень существенное уменьшение. Ну и в заключение, конечно же, мне хочется сказать о том, что вот это понимание повышенной эпителиальной проницаемости и, самое главное, количественная характеристика ее в современных условиях, оно позволяет нам принципиально иными глазами взглянуть на функциональную и органическую патологию желудочно-кишечного тракта. Одновременно в нашем распоряжении появились препараты, которые позволяют на эту эпителиальную проницаемость воздействовать. Один из таких препаратов – ребамепид. И, конечно же, это дает нам возможность иным образом воздействовать на течение этой достаточно распространенной и непростой клиническом и в теоретическом плане группы заболеваний. Благодарю за внимание.